Приступаем к выполнению нашей распашонки. Распашонку вяжем из той же пряжи, что и плед. Вязание как и в пледе. Начинаем с бросовой нити, после чего навешиваем грузы. Я использую однофонтурное фанговое переплетение из каталога Бразер. Рисунок 282. Провязываем первый считывающий ряд рисунков. Переключаемся на вязание фанга и вяжем прямо первые 19 рядов. Плотность по-прежнему 8. В двадцатом ряду выполняем первую прибавку петель. С обеих сторон работы прибавляем по одной петле слева и справа. Если вы вяжете на машинах Бразер, не забудьте после прибавки петель вернуть иглы в положение вязания рисунка. Далее вяжем прямо 12 рядов. И в тридцать втором ряду снова выполняем прибавки по одной петле слева и справа. Работу продолжаем. Вяжем следующие 10 рядов пряну. В сорок втором ряду выполняем снова прибавки по одной слева и справа. В работе остается 28 игл. Возвращаем иглы по раппорту рисунка. Вяжем следующие 8 рядов пряну. В пятидесятом ряду с обеих сторон выполняем прибавки по одной петле слева и справа. Вяжем далее следующие 5 рядов пряну. В пятьдесят пятом ряду слева и справа выполняем прибавки по одной петле. Вяжем следующие 4 ряда пряну. После чего в пятьдесят девятом ряду с правой стороны. Выполняем прибавку 4 петель справа. Опускаем щетки вивинга. Провязываем один ряд. Справа налево. Итак, мы с вами выполнили прибавки петель справа и слева по 34 иглы в работе. С правой стороны только что введенные в работу иглы оставьте в положении D. Как для машин Silver, так и для машин Browser. Провязываем один ряд. Следующий. И когда можно зацепиться хотя бы маленькими грузами за вновь введенные в работу петли, навешиваем и теперь и на этих иглах тоже мы можем продолжить вязание фанголов переплетения. Следующие двадцать девять рядов вяжем просто прямо. В девяносто втором ряду приступаем к выполнению горловины. Каретку переводим в положение частичного вязания. Для тех из вас, кто вяжет на машинный Browser, запомните ряд рисунка. Переведите в переднее нерабочее положение иглы, оставив в работе минус вторую иглу. Провязываем один ряд слева направо, выполняем обвив и каретку возвращаем. Для вывязывания горловины переводим в переднее нерабочее положение еще три иглы. Провязываем один ряд слева направо. С левой стороны для скоса плеча переводим в переднее нерабочее положение, иглы оставив в работе тридцатую иглу. Со стороны каретки выполняем обвив. Провязываем один ряд справа налево. Для скоса плеча со стороны каретки одну иглу переводим в переднее нерабочее положение. Для горловины оставляем в рабочем положении седьмую иглу. Остальные в ПНП. Провязываем ряд слева направо. Одну иглу со стороны каретки переводим в переднее нерабочее положение. С левой же стороны в работе оставляем минус двадцать шестую иглу. Провязываем один ряд. Одну иглу со стороны каретки в ПНП. С правой стороны для горловины оставляем в рабочем положении девятую иглу. Провязываем один ряд слева направо. Выполняем обвив со стороны каретки. С левой же стороны в работе оставляем двадцать игл. Остальные в переднем нерабочем положении. Провязываем один ряд справа налево. Выполняем обвив с правой стороны. В работе оставляем одиннадцатую иглу. Провязываем ряд слева направо. Выполняем обвив. На счетчике сто первый ряд. С левой стороны в работе оставляем четырнадцатую иглу. Провязываем один ряд справа налево. Выполняем обвив. В рабочее положение вводим иглы по минус первую. Провязываем один ряд слева направо. Все иглы в положении D. Петли закрываем в один прием. По тринадцатую иглу слева от ноля. Последнюю закрытую петлю навешиваем на тринадцатую иглу. На счетчиках сто третий ряд. Плотность по прежнему восемь. Для удобства перераспределите груз. Вводим в рабочее положение слева. Иглы по двадцатую. Провязываем ряд справа налево. И выполняем обвив. Каретку возвращаем. В сто пятом ряду вводим в рабочее положение. Иглы слева по двадцать третью. Провязываем ряд справа налево. Выполняем обвив. Каретку возвращаем. В сто седьмом ряду вводим в рабочее положение иглы. По двадцать шестую включительно. Провязываем ряд справа налево. Выполняем обвив. Паретку возвращаем. С левой стороны по тридцатую иглу. Иглы вводим в рабочее положение. И справа при помощи трехугольного декера. Выполняем прибавку одной петли. Провязываем ряд. Выполняем обвив. Паретку возвращаем. С левой стороны все иглы вводим в рабочее положение. Провязываем до сто четырнадцатого ряда. В сто четырнадцатом ряду для горловины выполняем прибавку одной петли. Распределите петли по рисунку и вяжите четыре ряда прямо. В сто восемнадцатом ряду с правой стороны выполняем прибавку одной петли. Вяжем далее. Провязав два ряда в сто двадцатом ряду с правой стороны для горловины выполняем прибавку одной петли. В сто двадцать втором ряду с правой стороны выполняем прибавку одной петли. Провязываем один ряд. Слева направо. С правой стороны. Меря вынадива. Вводим в рабочее положение иглы по минус первую. Эти иглы сразу же переводим в положение D. Провязываем один ряд. Справа налево. Только что введенные в рабочее положение иглы. Снова переводим в положение D. Провязываем следующий ряд. Убеждаемся в том, что все эти петли провязаны. Провязываем еще один ряд. Справа налево. Перевешиваем груз, которому уже есть за что зацепиться. И вяжем прямо 19 рядов. В сто сорок пятом ряду. Провязываем ряд. Справа налево. С левой стороны закрываем 4 петли. Закрываем аккуратно, не стягивая. Последнюю закрытую петлю убираем на 30 углу. Эти иглы убираем из работы. Краевые иглы остаются в положении D. Но мы с вами продолжаем вязать далее. Деталь маленькая. Вязать достаточно неудобно. Поэтому аккуратно распределяем грузом. Вяжем 3 ряда прямо. Провязав 3 ряда с левой стороны, закрываем одну петлю. Вяжем далее 6 рядов прямо. Провязав 6 рядов прямо с левой стороны, закройте одну петлю. Провязав 8 рядов прямо с левой стороны, закрываем одну петлю. Продолжаем работу и вяжем 10 рядов прямо. В 173 ряду с левой стороны, закрываем одну петлю. После чего вяжем 12 рядов прямо. В 185 ряду с левой стороны, закрываем одну петлю. В работе слева. Снова 25-я игла, как мы с вами и начинали. Вяжем 20 рядов прямо. В 205 ряду. Отключите туковое переплетение. Петли с накидом провяжите. Ну а что касается всех петель, которые сейчас в работе слева, перенесите их на бросовое полотно. Далее вам стоит вернуться к 92-му ряду. Снова перейти на ряд рисунка, на котором выполнили разделение. И абсолютно аналогичным образом провязать правую половинку. Итак, друзья, приступаем к выполнению правой половинки нашей распашонки. Первую закрытую петлю перенесли. Так как я вяжу на машине Бразис, считала первый считывающий ряд рисунка. Нажав кнопку memory. В работе иглы с 1 по 34. Провязываем ряд вправо налево. На счетчике 93 ряд. Закрываем одну краевую петлю. Каретку возвратим. 94 ряд на счетчике. Каретку в положении частичного вязания. Слева в работе оставляем плюс четвертую иглу. Провязываем ряд. Справа налево. С левой стороны и со стороны каретки выполняем обвив. С правой стороны в работе оставляем тридцатую иглу. Убедитесь в том, что рядом с иглами в переднем рабочем положении остальные иглы находятся в положении D. Провязываем ряд слева направо. Выполняем обвив. С левой стороны в работе оставляем. Восьмую иглу. Остальные в ПНТ. Провязываем ряд справа налево. Слева выполняем обвив. С правой стороны в работе оставляем. Двадцать шестую иглу справа от ноги. Провязываем ряд слева направо. С левой стороны в работе оставляем девятую иглу. Восьмую иглу провязываем один ряд справа налево, выполняем обвив. С правой стороны в работе оставляем двадцатую иглу. Остальные в ПНТ провязываем ряд. Выполняем обвив. Слева девятую, десятую иглы в передней нерабочей положении. Провязываем ряд справа налево. Выполняем обвив. С правой стороны в работе оставляем девятнадцатую иглу. Остальные стороны П. Провязываем ряд. Следите за натяжением. С левой стороны. Тринадцатая игла в переднем нерабочем положении. Слева. В рабочее положение Д. Вводим все иглы. Провязываем ряд. Справа налево. Далее. Закрываем петли для горловины. Для удобства можете ввести их в рабочее положение Б. Закрываем петли любым удобным для вас способом. Первые две петли. И последнюю. Закрытую петлю надеваем на тринадцатую. Это я показываю для тех, кто не понимает, что значит провязать зеркально. Вводим в рабочее положение справа. Две иглы. Провязываем один ряд. С левой стороны. Слева направо. Выполняем. Каретку возвращаем. В сто пятом ряду вводим в рабочее положение еще три иглы. Провязываем ряд. Слева направо. Выполняем обвив. Каретку возвращаем. В сто седьмом ряду вводим в рабочее положение иглы по двадцать шестой. Провязываем ряд. Выполняем обвив. Каретку возвращаем. В сто девятом ряду. Здесь мы, друзья, должны с вами выполнить прибавку одной петли. Выполняем прибавку в работе двенадцатая игла. Не забываем о том, что нужно выставить петли в положении провязывания рисунка. С правой стороны вводим в рабочее положение иглы по тридцатую включительно. Провязываем один ряд. Выполняем обвив. Возвращаем каретку с правой стороны все иглы в работе. Либо отключаем рычаг частичного переплетения. На счетчике сто одиннадцатый ряд. Провязываем до сто четырнадцатого ряда. И в сто четырнадцатом ряду выполняем прибавку одной петли слева для горловины. Расставляем петли по рисунку, не забывая о том, что краевые петли обязаны быть в положении D. Вяжем далее. Четыре ряда прямо. В сто восемнадцатом ряду с левой стороны выполняем прибавку одной петли. В работе слева плюс десятая. Выполняем прибавку одной петли. Вяжем далее. Два, три, три. Далее с левой стороны выполняем прибавку одной петли. В работе слева плюс девятая. Это мы с вами прибавляем петли для горловины. Возвращаем иглы в положение вязания рисунка и вяжем один ряд влево. С левой стороны, друзья, мы снова выполняем прибавку одной петли. В работе слева плюс восьмая. Провязываем два ряда. На счетчике сто двадцать третий ряд. В сто двадцать третьем ряду с левой стороны. При помощи обвива выполняем прибавку трех петель слева. Провязываем один ряд слева направо. Зацепилась у меня нить, которую я не стану распускать, хотя стоило бы, но могу этого и не делать. И при помощи этой нити с левой стороны выполню прибавку еще четырех петель для горловины. Итак, плюс первая игла в работе. Провязываю один ряд справа налево. Далее с левой стороны, вы помните, только прибавленные в работу иглы выставляю в положение D. Провязываем ряд слева направо, прямо. В сто сорок шестом ряду. С правой стороны закрываем четыре петли. Последнюю закрытую петлю. Навешиваем на тридцатую иглу. Провязываем далее три ряда прямо. В сто сорок девятом ряду. С правой стороны закрываем одну петлю. В работе справа двадцать девять игл. Игл в положении D. Провязываем шесть рядов прямо. С правой стороны закрываем одну петлю. Сто пятьдесят пятый ряд на счетчике. И с правой стороны двадцать восемь игл в работе. Провязываем восемь рядов прямо. В сто шестьдесят третьем ряду. С правой стороны закрываем одну петлю. В работе справа двадцать семь. Вяжем десять рядов прямо. В сто семьдесят третьем ряду. С правой стороны закрываем одну петлю. В работе справа двадцать шесть. вяжем далее 12 рядов прямо в 185 ряду с правой стороны закрываем одну петлю в работе справа 25 вяжем прямо далее 20 рядов ну что ж мы с вами огромные молодцы мы выполнили основную деталь можно было перед последним рядом провязать просто ряд гладью но мы сейчас с вами просто провяжем все петли накидом после чего сбросим петли на бросовую нить распределим для начала рукав на иглах машины повернув полотно изнаночной стороной к себе набираем по 18 игл для деталей рукава так как мы с вами друзья вяжем комплект я предлагаю использовать нам с вами то же самое ажурное переплетение которое мы используем для оформления пледа для малыша в обязательном порядке навешиваем груз использовали мы с вами ажур из аналога бразер 159 плотность установим на 7 счетчик на 0 и провяжем оформление края при помощи ажура итак друзья мы с вами провязали 15 рядов а теперь хочу обратить ваше внимание вот на что как мы можем с вами закончить фрагмент когда мы с вами вязали плед я вам показала способ обработки края крючком сейчас я вам хочу показать еще один способ при этом мы тоже получим фигурный край закрываем первую петлю перед вами фактически выполнен рисунок вот вы видите а непосредственно ромб мы с вами движемся к вершине ромба доходим до вершины ромба вот она из этой вершины мы с вами провязываем 3 воздушные петли и далее движемся к центру следующего ромба в котором три центральные петли закрываем базе приема и мы с вами тоже получим фигурный край снова движемся к вершине ромба вот она провязываем 3 воздушные петли дошли до центра следующего не закончена ромба с провязываем 3 петли вместе и закрываем петли далее следующая вершина ромба и следующие 3 воздушные петли вот хорошо просматриваются его вершины абсолютно аналогично выполните оформление второго рукавчика так друзья собираем боковые швы боковые швы обязательно должны быть плоскими для того чтобы малышу абсолютно ничего не терла теперь выполним запах для планочек запах для планочек я собираюсь выполнить тоже ажуром разворачиваем полотно изнаночной стороной к себе и начинаем навешивать петли планки плотно 7 и выполняем ажурный план приступаем к оформлению края в этот раз края предлагаю нам с вами выполнить следующим образом при помощи еще и вспомогательного накида что сделает наш край более плотным и фигурным для этого те кто вяжут крючком я думаю быстро сообразят как я это делаю выполняем накид снимаем петлю и провязываем вместе с накидом смотрите какой красивый фигурный край получается подходим к серединке провязываем центральные по прежнему можем провязать 3 петли завершим все это пико вот как мы с вами нафантазировали и продолжим закрывать петли с дополнительным накидом мы действительно получаем очень красивый край наш край похож обратите внимание на фигурную змейку теперь абсолютно аналогично выполним противоположную полочку так друзья обе полочки у нас полностью готовы самое время оформить низ поворачиваем лицевыми петлями к себе низ изделия начиная от края полочки теперь уже вместе с отделкой из кружева навешивать петли ну а здесь внизу у нас с вами просто открытые петли и начиная от 60 петли навешиваем петли на иглы машины и того по периметру 120 петель после того как вы все петли навесили удаляем бросовое полотно можно удалить его сразу можно кстати удалить потом кому не хочется его удалять сразу мы с вами навешиваем распределяем грузы по всей ширине машины или точно так же провязываем нижнюю часть отделки нашего изделия прием аналогичный тому как мы закрывали петли полочки ну что ж друзья дело остается за малым полностью готово фактически наше изделие осталось только лишь оформить горловинку горловинку мы оформим также весьма нехитрым но очень эффектным способом набираем полупетли набираем за полупетли край горловины плотность 6 провязываем мы с вами провязали 6 рядов после чего закроем петли в один прием нам с вами остается отпарить края изделия при этом не трогая горловинку пусть она себе скручивается мы с вами получили действительно классный кардиган распашонку а теперь посмотрите внимательно на эту модель и согласитесь для взрослой леди это будет весьма и весьма достойная модель это будет весьма и самочувствоваться и это будет весьма и самочувствоваться